Вертебрология 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 Знаменитая петля до сих пор применяется для вытяжения позвоночника. Многие устройства, слава о которых дошла исключительно как о приспособлениях для пыток, были медицинскими орудиями. Например, при помощи средневековой дыбы не только мучили преступников, но и выпрямляли позвоночник сгорбленным страдальцем. А ложи с шипами использовали в качестве глубокого массажа с целью привлечь кровь, ускорить обмен и унять боль. С незапамятных времен в разных странах мира для улучшения самочувствия использовали баню в сочетании с массажем и воздействием ароматических веществ. Нередко применяли и камнетерапию, основанную на целительной силе драгоценных и полудрагоценных камней. Древние сформулировали основной рецепт здоровья, движения, жизнь и выработали основу большинства современных вертибрологических технологий. На Востоке были разработаны упражнения, направленные на тренировку различных комплексов мышц. Осуществляя равномерный тренинг всего организма, они создают скелету надежную защиту, чем предотвращают появление искривлений, спинных грыж и других неприятностей. Эти упражнения по сей день остаются одними из самых совершенных комплексов по развитию тела и оздоровлению позвоночника. У нас в гостях Анна Глинянова, кандидат медицинских наук, главный врач клиники по лечению позвоночника, разработчик метода комплексного лечения, реабилитации и профилактики вертиброгенной патологии инвалидности. И Владимир Толстунов, разработчик сидения, тренажера, спина, ок. Тема сегодня у нас очень интересная. То, что у нас лежит уже на нашем рабочем столе, говорит о том, что мы сегодня будем говорить о позвоночнике. Анна, все-таки вот что за такой сложный слой вертебрология, которого приходится неоднократно в эфире произносить? Откуда произошло название? Чем занимается эта наука? Ну, вертебра — это позвонок, а логия — это наука, наука о позвоночнике. Это целая система. Позвоночник, давайте вздумаемся в слово, позвоночник, позвонить, прозвонить. То есть это, на наш взгляд, некая такая станция, телефонная станция. Если где-то проблема, сразу будет звоночек. Если, соответственно, эта проблема уходит, звонить перестает. То есть позвоночник — это, можно сказать, что основа основ, потому что здесь проходят все нервные сплетения, здесь богатое кровоснабжение. Кровоснабжение и нервное окончание, которые, соответственно, потом идут в разные органы и системы. Поэтому действительно это столб, это ось, это мачта у корабля. Здесь очень много проблем, которые уходят в смежные системы, органы. При снижении кровоснабжения шейного отдела, что сопровождается патологией, это может быть нарушение статики, это может быть шейного отдела, это может быть дискогенная патология, межпозвонковые протрузии, грыжи. За счет этого снижается линейный кровоток, соответственно, кровоснабжение снижается и в головном мозге, и идет снижение уже функции функциональной, а затем уже на органическом уровне. Это снижение зрения, может быть, снижение слуха. Очень часто люди обращаются, например, к лор-врачу. Снижение слуха или же шум в ушах. Лор-врач говорит, идите к неврологу. И очень редко, собственно, вовремя замеченная такая патология может корректироваться, потому что это нужно делать чем раньше, тем лучше, пока, в общем-то, нет органических поражений. Артериальная гипертония, то есть скачки давления наблюдаются, пациент идет, ну, понятно, что к терапевту, замеряется здесь еще симптом белого халата, еще подкачек, да, выше, ему сразу выносят вердикт. Артериальная гипертония. Возраст пациента может быть 30 лет, 28 лет. В совокупности с другими симптомами, если, например, провести опрос, можно смело назначать магнитно-резонансную томографию шейного отдела, где мы увидим уже начинающиеся, начальные признаки дегеративных явлений. И, соответственно, можно, подкорректировав и занимаясь лечением позвоночника, выправить давление до абсолютно нормальных цифр. В первую очередь нужно устранять первопричину, то есть причина-следственный механизм должен быть воздействием при лечении любой патологии. Это может быть головокружение. Опять-таки, пациенты приходят к лор-врачу или к терапевту. И очень редко, когда назначается, например, по таким признакам магнитно-резонансная томография. Это некий золотой стандарт при исследовании позвоночника. Как правило, чаще всего в лучшем случае отправляют на рентген. Но рентген в данном случае это не показатель. Где самая слабая часть у человека? Где зарождаются эти болезни? Это пояснично-крестцовый отдел. Различные авторы от 40% дают процентов до 70%. И только там 30-40% на шейный отдел позвоночника. Но исходя из нашей практики, могу сказать, что небольшая разница между шейным и поясничным отделом. Потому что, да, лидирует поясница, но шею никто не отменял по частоте возникновения дискогенной патологии. Причины возникновения, опять-таки, если мы не берем во внимание травмы, потому что травмы – это и есть травмы. Повреждения. Повреждения, совершенно верно. Рассматривают этот процесс даже на генетическом уровне. Может быть, это врожденное заболевание, которое передается из поколения в поколение. Но, опять-таки, это как одна из версий. Наша рабочая, скажем так, версия – это ухудшение кровоснабжения. А именно, у нас очень гиподинамия и так далее, то есть совершенно обычные слова, известные всем абсолютно, да? Малоподвижный образ жизни. Малоподвижный образ жизни, совершенно верно. То есть все это приводит к снижению периферического кровотока. Что такое периферическое кровоснабжение? Это капиллярный кровоток. Капиллярный кровоток – это именно те ниточки, потому что очень тонкие сосудики, где происходит газообмен на артериальный и венозный систем. И, соответственно, что происходит? Когда наши эти анастомозы перестают соединение, вот так скажем, работать, то снижается общее кровоснабжение. А капиллярный кровоток – это, представьте себе, ручейки, которые впадают в реки, да? Если ручейки у нас плохо будут функционировать, значит, что реки будут более застойными и так далее и тому подобное. То есть в основном, потому что кровоснабжается наш организм путем вот этих вот капилляров. Мы проводили некий эксперимент совместно с лабораторией микроциркуляции под руководством Сухова Константина Васильевича. Аппарат, который в режиме реального времени ведет съемку с кончиков пальцев рук и ног. И в режиме реального времени там идет увеличение в 400 раз, потому что вот до этого подобные аналоги они увеличивали в 200 раз. Здесь увеличение в 400 раз. Пациент сам видит, насколько неактивен кровоток. Естественно, доктора потом эту всю транскрипцию производят и выдают определенное заключение, что есть застой, что снижен кровоток и так далее и тому подобное. Мы отправляли в динамики до лечения, в динамики лечения после лечения. Мы получили очень интересные результаты, что в процессе помимо того, что пациент естественно получает тот результат, за которым он пришел к нам, также он получает улучшение кровоснабжения. И тот механизм, ставку на который мы делали, он начинает работать. Вместе с этим улучшается и артериальное давление, стабилизируется. В некоторых случаях стабилизируются показатели сахара, потому что, например, сопутствующие патологии тоже никто не отменял. Называют группу заболеваний дегенеративно-дистрофические, дегенерация, слово имя, и дистрофия, то есть отсутствие питания, то есть только что то, о чем я вам говорила. Питание в данном случае это кровоснабжение. Соответственно, диск. Что такое диск? Диск это некий амортизатор, который фактически пружинка, который позволяет нам совершать движения, наклоны, прыжки и так далее. Кровеносных сосудов в нем нет, то есть он путем диффузии закачивает в себя питательные вещества. Когда питание ухудшается, а здесь еще и лимфатическая система очень большую роль играет, питание снижается, движение снижается, а движение это тоже улучшение кровоснабжения, мы это тоже знаем. Что происходит в диске? Он начинает уплощаться. Он из амортизатора превращается, возьмем футбольный мячик, который прокололи иголкой. Вот он был упругий, а теперь он стал вялый. А нагрузки осевые у нас все те же самые. Соответственно, идет снижение расстояния между позвоночками. И межпозвонковый диск, он как тесто из кастрюли начинает выходить наружу, образуя сначала протрузию, это анатомическая форма грыжи, и затем все стадии. Какие могут быть симптомы первые? То есть это может быть дискомфорт, все начинается с этого. Затем болевые ощущения. Если, вот наши рекомендации, если у пациента спина болит больше двух дней, то здесь мы рекомендуем четко все равно делать эти МРТ. Межпозвоночная грыжа – одна из самых распространенных проблем позвоночника. Прежде для ее лечения позвоночник вытягивали силой, с применением ремней и различных грузов. Это были очень болезненные и травмоопасные процедуры. Изобретение Вадима Курюкина позволяет выпрямить позвоночник и укрепить глубокие околопозвоночные мышцы естественным, а главное – безопасным путем. Вытяжение позвоночника проходит под действием не внешних грузов, а веса собственного тела пациента. Один сеанс занимает 40 минут, на протяжении которых человек не испытывает никаких неприятных ощущений. Голова комфортна, но жестко закрепляется на подголовнике. Ноги помещаются на подножник. Обе части конструкции регулируются по высоте и углу наклона, потому что для процедуры важно, чтобы все тело находилось на одной линии. Усилие вытяжения создается при помощи пружинных элементов. Они с помощью винтового механизма разводят подголовник и подножник в стороны с точно регулируемым усилием, в зависимости от физиологических особенностей пациента. Также за равномерное растяжение отвечают поперечные опоры. Их поддерживают ремни, которые позволяют подстроить кушетку под вес пациента. До и после сеанса обязательно измеряют рост. Каждый раз он немного увеличивается, благодаря естественному выпрямлению позвоночника. Первый положительный эффект появляется уже после двух-трех сеансов. Установка Вадима Курюкина уже используется в клинике. И здоровые спины пациентов – лучшее доказательство ее эффективности. У нас есть мышцы, которые идут вдоль позвоночника и являются истинным. Почему я подчеркиваю истинным? Потому что очень активно при данных патологиях советуют носить корсеты. Да, часто рекомендую. Вот. Простите, господа, зачем у нас есть свой собственный корсет? Ну что, поддержать? Наши парверты брать? Нет, как раз-таки тут он. Это же тут хитрая вещь. Мы все инертны вместе с нашими мышцами. И наши мышцы очень хорошо располагаются. Пациент говорит, а мне легче. То есть, ну, естественно, мышцы, они понадеялись на корсет, облокотились на него, и пациенту стало легко. А корсет сняли? Легче. А корсет сняли, да, они перестают. И так-то они не особой трудоспособностью отличаются. А когда их еще и отучать от умения трудиться, безусловно, идут атрофические такие атрофии. И мышцы перестают в должном, то есть даже не работать, а просто поддерживать позвоночник. Соответственно, идет прогрессия заболевания. У нас также еще есть и наружные наши поверхностные мышцы, двигательные. Они опосредованную роль играют в поддержке позвоночника. Безусловно, играют. Но в данном случае, если здесь инертные, они расслаблены, кто-то должен на себя эту функцию брать. Вот наши поверхностные мышцы. Они спазмируются. Спазм сжимает сосудистый пучок, безусловно. Потому что мышца, естественно, тоже питаться начинает в меньшей степени. И спазм усиливает болевые ощущения. Помимо всего этого, спазм, постоянный спазм, он меняет двигательный стереотип движения. И круг замкнулся. Патологический стереотип движения поддерживает в таком неправильном положении, скажем так, позвоночник, в котором он не должен находиться. Вот этот сегмент, будем считать, что он заблокирован. То есть собственная система безопасности организма блокирует этот сегмент, дабы не причинять дополнительных болевых ощущений. И, соответственно, процесс потихоньку становится хроническим. То есть если в течение трех месяцев, это по классификатору, длится и повторяется боль, то она из острой переходит автоматически в хроническую. И становится отдельным заболеванием. Потому что здесь уже идёт ещё и работа с подсознанием. Мы разработали так называемую семишаговую, семиступенчатую систему к здоровью позвоночника. Мы придерживаемся правил использовать именно ненасильственное воздействие на позвоночник, вытяжение, которое идёт под собственным весом пациента. В лечении позвоночника операция – крайняя мера. Спасти пациентов от операционного вмешательства удаётся Анне Глиняновой. Её авторская программа безоперационного лечения дегенеративно-дистрофических заболеваний позвоночника называется «Семь шагов к здоровью позвоночника». У лечебной программы нет противопоказаний и возрастных ограничений. Она состоит из простых, безопасных и эффективных процедур. Для большей наглядности я испытаю на себе все этапы лечения позвоночника. А начну я, конечно, с консультации врача. Приходить на консультацию следует с данными магнитно-резонансной томографии и готовностью раз и навсегда избавиться от проблем с позвоночником. Первым шагом станет миорелаксационная тракционная терапия, то есть равномерное увеличение расстояния между позвонками и устранение агрессивного воздействия на нервно-сосудистый пучок в условиях полной мышечной релаксации. Шаг второй – это свинг-терапия. Его цель – сделать позвоночник более подвижным за счет комплексной тренировки мышц, улучшить капиллярный кровоотток, уменьшить отек и улучшить питание тканей. Шаг третий – лечебное воздействие на поверхностные слои кожного и мышечного покрова. К третьему шагу относятся акупресс-терапия, эбонитовыми валиками и вакуумный баночный массаж. Здесь цель – ускорить обменные процессы, снять напряжение с мышц. Шаг четвертый – это массажное воздействие на глубинные слои. Идет стимуляция нервных окончаний, происходит мобилизация внутренних резервов организма. Массажный комплекс восстанавливает биомеханику позвоночника, таза, суставов, снимает мышечные блоки и спазмы. Пятый шаг направлен на закрепление эффекта с помощью специальной гимнастики, которой необходимо посвящать не менее одного часа в день. Цель шестого шага – восстановление тканевого питания. Магнитно-лазерная терапия активизирует микроциркуляцию на тканевом уровне. Герудотерапия или метод лечения медицинскими пиявками оказывает противовоспалительное и ранозаживляющее воздействие. Безопасно растворяет уже существующие тромбы, стимулирует питание клеток, способствует восстановлению периферического капиллярного кровотока и нормализации тканевого обмена. А грязь лечения оказывает иммуномодулирующее и антиоксидантное воздействие, стимулирует процессы регенерации поврежденных тканей, ускоряет формирование оболочек нервов, оказывает бактерицидное и бактериостатическое действие. Шаг седьмой – это снятие лишней нагрузки с позвоночника и суставов, для чего применяется ортопедическая коррекция стоп. По итогам 30-дневного курса по 7 шагов в день пациент может быть уверен, что избавился не только от симптомов, но и от причин болевых ощущений в спине. Большое вам спасибо! На здоровье! Приходите к нам еще! С удовольствием! И вам, дорогие телезрители, напоминаю о том, что позвоночник – это наша основа, и о нем важно думать всегда. Я не буду говорить о том, что мы против применения медикаментов. Нет, надо понимать, что без них, конечно же, нельзя, но применение должно быть адекватным в определенных случаях и не назначать их всем подряд и, соответственно, при любых, даже незначительных и даже при выраженных болях, там, где можно использовать какие-то биотехнологии. Тем более, что нестероидные противовоспалительные препараты, они очень активно, отрицательно воздействуют на пищеварительный тракт, потому что гастропатии после приема даже вот таких курсами таких препаратов процент огромен. Вот, Владимир, я думаю, что вы с коллегой согласны во многом, что эти биологии очень такие. Да, я просто благодарен, что вот картинка так нарисована, если есть у кого-то представление и такое образное мышление, человек великолепно все должен был понять. Владимир, а вот что вы можете рассказать о своем тренажере, который, в общем-то, у вас так называется спина-ок. Окей, значит. Да, спина-окей, значит. Значит, вот, слушая замечательное сейчас выступление Анны, я сделал вот какой, отметил для себя, что здесь мышцы рассматриваются все-таки в некоторой статике. Значит, это вытяжение, это, значит, корсет какой-то, да, конечно, это не приветствуется. Но самое главное, что характерно для мышц, это движение. Вот движение вдоль позвоночного столба – это проблема из проблем. Мышцы сами по себе, они предназначены не только для того, чтобы удерживать, напрягаться, значит, расслабляться, но они одновременно выполняют еще так называемую насосную функцию. Вот как работает сердце, так работают все мышцы в нашем организме. Весь мышечный аппарат, он нацелен именно на это. Сердце – это наш центральный насос, а весь мышечный аппарат – это периферический насос. Вот почему жизнь – это движение? Да потому что вот мышцы, сжимаясь, разжимаясь, это их фундаментальная функция, они способствуют продвижению крови, они способствуют выносу продуктов метаболизма, обмена веществ, да, и таким образом, если мышцы работают, они, значит, обеспечивают все в достаточной мере. И питание, ну, в данном случае позвоночника, да, и костной, и хрящевой ткани. Но проблема-то, что эти мышцы не работают. Вот мы сейчас сидим, и сейчас, как было нам сказано, все наши мышцы двигательные, поверхностные, и внутренние глубокие мышцы, они все напряжены. Но не работают. Но не работают. Вот именно этого, второго момента в мышцах позвоночника не достает расслабление. Они тональные, они по природе своей напряжены, мы это напряжение не ощущаем, это тонус. Но, позвольте, для мышц обязательно нужна еще вторая фаза, расслабление. Вот только тогда будет питание и костной, и хрящевой ткани обеспечено в полной мере. Но есть одна здесь особенность этих мышц, что они, кроме всего прочего, да, они включаются только тогда, когда нам нужно удержать равновесие, когда человек находится в неустойчивом положении. Если, например, я хочу накачать бицепсы, чтобы быть вот, ну, качком, да, и буду только приседать, значит, я не добьюсь результатов. Если я хочу укрепить эти мышцы, глубокие мышцы позвоночника, и буду приседать, значит, подтягиваться, и вообще вот все движения традиционной физкультуры производить, для них это будет недостаточно. Значит, хорошо укрепляются эти мышцы при ходьбе, при быстрой ходьбе. Значит, и тогда, когда человек в каком-то неустойчивом положении находится. Так вот... А при беге не укрепляются? При беге укрепляются, но там есть некоторые, значит, отрицательные стороны для состояния позвоночника, что бег, значит, удары там, нагрузка там ударная и так далее. Так что самое лучшее – это быстрая ходьба. Я пошел немножко по другому пути, и вот все вот эти выводы, которые, значит, сейчас были озвучены и мною, и вот коллегой, значит, они воплотились вот в таком простом, очень простом, нехитром устройстве. Значит, это сидение, а мы сидя проводим огромную часть времени. Мы сейчас уже по статистике сидим больше, чем спим. И вообще нас цивилизация усадила, и поэтому выход из этого положения надо какой-то иметь, если мы говорим, называем себя грамотными людьми, там, разумными существами и все остальное прочее. Так вот, выход, он вот такой – создать человеку неустойчивое положение при сидении. Он все время ерзан. А тут не надо ерзать. Значит, парадокс этих мышц, он заключается в том, что вот если вы стоите, какие-то мышцы работают? Работают. Я буду сразу отвечать, потому что те мышцы, которые удерживают равновесие, они работают, их включает вестибулярный аппарат. В нашей цивилизованной жизни мы окружили себя стенами, поручнями, нам и поддерживать равновесие практически негде. Но мы можем накачать поверхностные мышцы. Но вот внутренние мышцы, которые удерживают равновесие, вот кроме как этого неустойчивого состояния, больше нигде не укрепить. Это сложно представить, но когда мы сидим, наш позвоночник испытывает нагрузку в 11 раз больше, чем если бы мы стояли. Владимир Толстунов использовал это свойство и превратил рабочее место в тренажерный зал для мышц спины. Здоровье спины во многом зависит от состояния глубоких мышц, которые удерживают позвонки. Но мы не можем управлять ими осознанно. Они включаются только тогда, когда нам нужно удержать равновесие. А значит, тренировать их возможно только в неустойчивом положении. Необходимую для лечебной тренировки неустойчивость можно ощутить во время езды на лошади. Аналогичные ощущения возникают во время использования устройства спинаок. Снизу центр диска закреплен на остове, поэтому сесть на стул ровно и удобно сразу просто невозможно. Устойчивое положение поможет найти вестибулярный аппарат. Он заставит более активно работать глубокие мышцы спины, уберегая человека от падения. Человек сможет спокойно продолжать работу, пока его околопозвоночные мышцы будут незаметно тренироваться, обретая здоровые, крепкие формы. Противопоказания к подобной терапии минимальны. Спинаок нельзя использовать при переломах позвоночника, а также за рулем автомобиля. Уже разработано несколько дизайнерских моделей этого устройства. Спинаок дает возможность укреплять и оздоравливать спину на работе, дома или на отдыхе. Ну, наконец-то, нормальное солидное кресло. И оно качается. Видимо, это судьба. Что же, заберу его себе домой. И тогда у меня будут всегда крепкие и глубокие мышцы спины. Чего и вам, дорогие телезрители, искренне желаю. Разработок, изобретений, патентов на эту тему много. Но там, значит, отличия есть, поскольку это запатентовано, значит, это определенная служба уже выяснила и знает. Так вот, здесь одна точка опоры и три степени свободы. Это вперед-назад, вправо-влево и вращение. Вот видите, да? Вот этого, этих движений вполне человеку достаточно, чтобы, сидя, включить вот эти самые глубокие мышцы позвоночника, недосягаемые, не для массажа. Вот кроме как пиявки туда, значит, и все остальное прочее там, до них не достать. Мышцы, удерживая равновесие, они будут работать. Эта гимнастика не видна, но она есть. И вот тогда происходит чудесное, происходит вот через работу глубоких мышц, а они работают в таком рыскающем режиме. Вот удерживая равновесие, то есть сжимаются и расслабляются, сжимаются и расслабляются. Им все равно, какое положение позвоночника держать. Вот сутулый человек со сколиозом, да, ну они его держат именно в таком положении. Но когда эти мышцы начинают работать, вот, значит, когда человек сидит на этом, когда эти мышцы начинают работать, они короткие, но они настолько мощные и сильные, они первым делом начинают каждый позвонок ставить в нормальное положение. И здесь тогда, мы проводили эксперименты, и сколиоз, и сутулость, это все устраняется, и это все уходит. То есть это уже все опробовано на практике? Это опробовано на практике, это опробовано на людях, значит, любого возраста, это опробовано на детях. Они моментально к этому привыкли, два-три дня. Да, вот их это спросить, как долго привыкают, два-три дня? Да, два-три дня. А сколько человек может сидеть, все-таки вот так вот сидеть все время? Значит, ну да, это очень хороший вопрос, потому что, учитывая то, что эти мышцы-то слабенькие изначально, да, вот, усидеть на нем, а они нагрузку эту получают где-то на порядок выше, чем человек просто сидит вот на обычном сидении, то усидеть на нем много, ну, 15-20 минут, это для начала, но несколько подходов в день. А вступает уже самый обычный режим тренировки, как обычные мышцы. Если мы возьмем гантель, вот, и начнем ее там полчаса качать, то мышцы заболят. Вот то же самое происходит и с глубокими мышцами позвоночника. Они проявятся в самом слабом месте, вот по всей длине позвоночника. Если где-то в каком-то месте будет слабое звено, вот оно там и проявится. То есть они скажут, мы уже устали, все. И это ощутится, это даст ощущение, и тогда, ну, достаточно вот для первоначального, так сказать, периода тренировки. А противопоказания существуют какие-то все-таки? Нет, ну, если, значит, там незалеченная травма позвоночника, например, да, вот, ну, естественно, тогда. Ну, и когда, конечно, вот такие уже допущены, там, значит, грыжа и прочее, надо обязательно обратиться к врачу. А продажи уже есть? Это можно купить? Да, это есть продажи, конечно. Школы покупают? Нет, вы знаете, это удивительно, но преподавателям и руководителям учебных заведений это здоровье детей, это неуспеваемость, понимаете? И поэтому... Сейчас, по-моему, целая программа есть федеральная. Ну, наверное, да. Главное ее реализовать. Да, ну, в любом случае, наша программа смотрят и чиновники, у которых есть и дети, и внуки, которые, в общем-то, это интересное изобретение, поможет и осанку выпрямить, и вообще хороший, по-моему, тренажер. Вот я как человек, который с детства занимается спортом, я вижу сразу, что я вот после того, как программа наша закончится, с вашей позвольнией посижу, мне кажется, мышцы ног укрепляют. А вот я, прошу прощения, хотела добавить, я прям напрашивается. На самом деле, действительно, в школах, потому что по 45 минут они сидят в статике, и потом на урок, например, физкультуры, представляете, да? Вот мы получаем то, что получаем. А вот если действительно на и уроках, они учатся и, соответственно, двигаются. Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня я расскажу вам о том, как производится оплата услуг по патентованию тех объектов, которые вы созданы, или изобретение полезных моделей или промышленных образцов, и какие бывают виды патентных пошлых. Надо различать оплату государственных услуг по патентованию, либо оплату услуг тем частным лицам, например, патентным поверенным Российской Федерации, которых вы привлекаете для подготовки заявки на соответствующие объекты промышленной собственности. Оплата государственных услуг по патентованию изобретений, то есть государственные пошлины, регламентируется соответственным пеечнем, который устанавливается с постановлением правительства Российской Федерации. Такое постановление было принято в 2008 году, и сейчас оно в значительной степени откорректировано в связи с вступлением Российской Федерации в Всемирную торговую организацию. Если ранее при патентовании изобретений мы могли пользоваться так называемой двойной шкалой, то есть для наших российских резидентов, наших российских физических и юридических лиц была предусмотрена меньшая пошлина по патентованию, то сейчас это стало невозможным, и все пошлины, как для российских физических и юридических лиц, так и для иностранных заявителей, они являются одинаковыми. Платить всю сумму, которая предусмотрена для подачи заявки, для ее экспертизы и для регистрации и выдачи патента, не обязательно. Эта сумма у нас представлена в соответствующем перечне, который утвержден, как я уже сказал, постановлением правительства, в виде нескольких пошлин. Сначала при подаче заявки вам необходимо уплатить пошлину за регистрацию заявки на соответствующий объект и за проведение формальной экспертизы. В случае, если формальная экспертиза завершена с положительным результатом и вы хотите, чтобы по данной заявке была проведена экспертиза по существу, вам необходимо уплатить еще одну пошлину. Если экспертиза по существу будет завершена с положительным результатом и вы получите решение о выдаче патента, только в том случае вам необходимо уплатить пошлину за регистрацию изобретения уже в виде патента, уже в виде охранного документа и за осуществление соответствующей публикации в официальном издании Роспатент. За проведение экспертизы заявки по существу и принятие решения по результатам этой экспертизы заявителю необходимо уплатить 2450 рублей плюс 1950 рублей за каждый независимый пункт формулы изобретения свыше одного. Как я уже сказал, размеры патентных пошлин утверждены постановлением правительства Российской Федерации и все виды юридически значимых действий, которые осуществляет наш федеральный орган по интеллектуальной собственности в отношении вашей заявки на изобретение, они регламентированы, приведены в перечне и каждому юридически значимому действию соответствует своя пошлина. Какие перспективы вы видите в направлении своих, может не этих изобретений, может других? К чему стремитесь, над чем работаете и чего нам, потребителям, ждать от вас? Над чем работаем? Над тем, чтобы, естественно, исключить вертуброгенную инвалидность, потому что с каждым днем процент растет. Естественно, разработать хорошую реабилитационную программу после операции, операция это вообще отдельная статья и тема, о которой нужно разговаривать, потому что я скажу только одну цифру. По научным разработкам Зыковой 5% от 5 до 10% пациентов нуждаются в оперативном вмешательстве. Все остальные пациенты могут лечиться абсолютно консервативным путем. Поэтому действительно это профилактика, потому что наш комплекс это тоже профилактика. Но пока непаханное поле это лечение. И, естественно, взаимодействие, мы хотим общаться. Слишком специалисты ушли в свою отрасль. Поэтому давайте объединяться, доктора. А вы, Владимир? Я думаю, что благодаря этой передаче мы готовы уже объединиться. Так что я готов к сотрудничеству, пожалуйста. В перспективе вас ждет объединение в интересах наших телезрителей, наших участников и наших гостей. О методах лечения позвоночника будущего далее в программе. В мире будущего человек станет практически неуязвимым. Любую кость можно будет заменить на более прочный и совершенный искусственный аналог. Или вырастить на основе собственных клеток человека. При травмах первую помощь окажет умная одежда. Она поможет обездвижить травмированную конечность и зафиксировать ее в правильном положении до момента оказания профессиональной медицинской помощи. Врачи введут в зону перелома специальное строительно-восстановительное вещество на основе наночастиц, которые полностью восстановят травмированные ткани. В будущем появится возможность восстановить двигательную способность в случае ее полной или частичной потери. Роль поврежденного спинного мозга будет отведена вживленному чипу, а отдавать команду он будет наночипом, введенным инъекционно. Таким образом, люди, которые сегодня практически лишены возможности двигаться, смогут наслаждаться почти полноценной жизнью. Спасибо, что были сегодня в нашей программе. Спасибо вам, что пригласили. Спасибо вам. Я думаю, еще увидимся. На телеканале «Просвещение» была программа «Я изобретатель». До новых встреч. До свидания. Продолжение следует... Программа «Я изобретатель» на телеканале «Просвещение». Смотрите и участвуйте. Телефон 495-724-78-44. Сайт просвещение.тв. Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»!